Ну что, дорогие преподаватели, я вас очень рада приветствовать на данном мастер-классе. Это наш первый вступительный мастер-класс в рамках образовательного движения «Киберпедагог». Вы сегодня узнаете абсолютно все об этом движении, о тех возможностях перед вами, которые открываются. Ну и также мы с вами познакомимся поближе, и я надеюсь, что все из вас, кто здесь присутствует, мы со всеми из вас будем встречаться один раз в неделю. Вот именно в это время, я прошу прощения у тех, кто перепутал время в этот раз, это вот первый раз, но мы встречаем всегда только в это время, в четверг. Поэтому я очень надеюсь, что мы всех вас больше не будем терять, и все будем встречаться в одно и то же время. Итак, дорогие преподаватели, ровно 12 часов по Брюсселе, и я начинаю презентацию. Давайте с вами рассмотрим три первых различия дистанционного и традиционного обучения, их обсудим, а потом еще рассмотрим четыре различия. Дело в том, что в традиционном образовании преобладает вертикальная модель обучения с четко распределением ролей между преподавателями и учащимися. Ну и связано это прежде всего с тем, что преподаватель является главным носителем и источником знаний. А в дистанционном формате доступ к знаниям и информации есть как у преподавателя, так и у учащегося. То есть обмен знаниями может быть многосторонним, вот как у нас говорила, по-моему, первая наша участница. То есть и преподаватель может давать знания студенту, и студент студенту может передавать знания, и студент может делиться знаниями с преподавателем. Поэтому в онлайн образование превалируют идеи так называемой горизонтальной модели обучения. Именно совместная работа с применением подхода равный-равному приводит к достижению заданных учебных целей. То есть роль в этом случае смещается в сторону модератора учебного процесса. И помимо использования различных инновационных инструментов на качество учебного процесса большое оказывает влияние педагогический стиль преподавателя. Это первый такой момент, первое отличие. Если вы согласны, не согласны, пишите, пожалуйста, в комментариях. И поэтому вызов, который стоит сегодня перед каждым педагогом, заключается в том, насколько быстро вы сможете адаптироваться к новой роли в процессе обучения и сформировать необходимые навыки взаимодействия с обучающимся. И вопрос, который мы с вами будем отдельно разбирать на мастер-классы, как построить доверительную коммуникацию со студентами. То есть, чтобы у них не было страха перед всезнающим преподавателем, ну, если он, конечно, есть. И самое главное, как сократить дистанцию. Вот парадоксально, но именно при дистанционном обучении, если вы построите доверительное отношение, вы можете быть максимально близко к своим студентам, гораздо ближе, нежели на традиционной лекции или занятии. Но чтобы этого добиться, вот необходимо выстроить такие взаимоотношения. И я, с вашим позволением, поделюсь своим опытом. Я могу сказать, что когда я провожу программу повышения квалификации, я не была еще настолько близка с каждым участником программы, именно как вот в дистанционном формате. То есть, когда мы с вами находимся в дистанционном формате обучения, вы знаете, такое ощущение, что мы сидим с вами рука об руку, можно сказать. И, то есть, фактически, да, вот я смотрю сейчас вам в глаза, да, и я вас заражаю своей энергетикой, своим хорошим настроением. И, в принципе, мы с вами, когда работаем вместе, мы сидим, то есть, я нахожусь вот рядом с вами, да, у вас на кухне или в кабинете или еще где-то, да, и мы с вами вместе работаем. То есть, получается, что ближе быть с потенциальным студентом, по сравнению с дистанционным обучением, уже невозможно. И поэтому здесь очень важны вот именно эти доверительные отношения и искусство их построения. Следующая разница, она заключается в том, что в традиционном формате студент получает знания в основном в пассивном режиме, а при дистанционном формате обучения для достижения результата он должен активно взаимодействовать с преподавателями. То есть, многие из вас описали проблему, что вы не можете получить обратную связь со своими студентами. И вы обратили внимание на то, что студенты редко задают вопросы, стараются быть невидимками, нежели активными участниками учебного процесса. И на лекции или семинарии вы всегда могли подойти к такому студенту и призвать их к порядку или наказать его. А в дистанционном формате мотивация самого студента является одним из главных залогов качества обучения. То есть, вызов для преподавателей заключается в том, что необходимо повысить мотивацию студентов к обучению и самообучению. В противном случае вы всегда будете иметь дело с академической непорядочностью учащихся. И причем они будут использовать не традиционные шпаргалки, а технологические решения, о которых вы даже, возможно, и не догадаетесь. Третья разница. В аудитории вы умеете держать дисциплину. А как ее добиться на онлайн-уроке, когда вы не всегда видите своих учащихся и лишены прямого воздействия на них. В традиционном формате обучения преподаватель несет в себе функции передачи знаний, организации, дисциплины и контроля результатов обучения. Однако последние две функции видоизменяются при переходе в дистанционный формат. То есть вызов для преподавателей заключается в том, что необходимо сделать так, чтобы ваши онлайн-занятия прежде всего стали площадкой для обмена знанием и создания информационных потоков, а не местом контроля. А постоянный мониторинг и усвоение пройденного материала необходимо делать, используя инновационные инструменты обратной связи. То есть эту функцию надо делегировать. И сейчас вот буквально я хотела бы закрыть презентацию, хотела бы услышать от вас обратную связь. Что вы думаете по этим трем различиям? Вы согласны с ними? Вы задумывались об этом? Как вы решаете, как вы для себя делаете этот переход из очного в дистанционный формат? Сложно, но походу учимся. Да-да-да, мы все учимся. Очень серьезные вызовы. Вы знаете, я почему стартовала это образовательное движение? Потому что я поняла одну простую вещь. Проблема даже не в технологиях, а проблема заключается в том, что необходимо сменить профессиональное мышление преподавателя. А чтобы вы измените, чтобы сделать это качественный скачок, нужно время, и надо это делать последовательно. Это невозможно сделать за один день. То есть это надо переосмыслить все процессы, которые вы десятилетиями делали одинаково. А сейчас это не работает. Вы не можете сейчас сказать студенту, отвечая на вопрос, как это было в аудитории. То есть они должны хотеть это сделать. Они должны включить камеры, вас увидеть и с вами обменяться информацией. И даже они должны хотеть подготовиться к вашему занятию. То есть это очень большой челлендж. Да, абсолютно точно. И вот мы с вами в рамках этого образовательного движения шаг за шагом будем менять свои установки. То есть будем перестраиваться. Я думаю, что к концу нашего движения как раз мы с вами уже и подойдем, когда к внедрению этих инструментов, вы подойдете совершенно с другим сознанием. Так. Да, приспосабливаться, адаптироваться. И самое главное, понимать, что надо изменить в себе. Это тоже очень-очень важно. Так, хорошо. Давайте дальше еще рассмотрим четыре различия. Так, четвертое различие. При вертикальной модели обучения, характерной для традиционного образования, учеба является обязательной деятельностью каждого студента. В то время как при горизонтальной модели обучения это добровольный процесс обмена знаниями между вовлеченными участниками. То есть во время обучения у всех должны быть приятные впечатления, ощущения успеха, вдохновения. И именно эти чувства надо, чтобы вас сопровождали. И эти чувства, они будут повышать мотивацию учащегося. Возможно, это звучит идеалистично. То есть ваша реальность сейчас совершенно другая. Я это прекрасно понимаю. Но мы видим, как стремительно сейчас меняется мир. И эти перемены, они происходят впервые за столько столетий. И влекут за собой, безусловно, глубинные преобразования в педагогике и в учебных процессах. И вызовом для преподавателей является то, что необходимо реорганизовать учебный процесс таким образом, чтобы для всех его участников обучение стало радостным и ожидаемым мероприятием. Многим покажется, что это невозможно. Мы привыкли, что ты должен изучать, ты должен обучаться. Но необходимо помнить, что в дистанционном формате процесс обучения, он прежде всего строится на мотивации студента. И я вам предлагаю взять именно за вектор движения стремление к тому, чтобы ваши онлайн-занятия, они приносили радость. То есть, чтобы все участники этого процесса, вы хотели видеть друг друга, вы хотели получить эти знания, вы хотели дать эти знания. А для этого, безусловно, нужна мотивация самого преподавателя, то, с чего я начала. Потому что если преподаватель не мотивирован, ему внутри этот дистанционный процесс обучения неприятен, то в этом случае шансов построить эффективный учебный процесс у него практически нет, потому что студенты это будут чувствовать, и они тоже будут опускать глаза и выключать камеры. Пятое различие. Студентоориентированное обучение, построение индивидуальных траекторий обучения – это прогрессивные подходы, которые сейчас есть у многих учреждений. И более того, они даже находятся в приоритете. Но как их возможно было применить на практике, если учебный план для всех одинаковый и установлен в жестком структурном формате и обязателен для выполнения? Очевидно, что при традиционном формате обучения, при очном формате обучения, осуществление индивидуального подхода каждому учащемуся представляет сложность для преподавателя, потому что проследить за траекторией обучения каждого учащегося в классе или на курсе физически невозможно. А вот при дистанционном обучении ситуация иная. Благодаря новым технологиям преподаватель может получить полное представление о прогрессе каждого учащегося, вплоть до информации о том, когда он выполнял задания, сколько времени он потратил на изучение материалов, чем у него возникли сложности. То есть на практике студентоориентированное обучение реализуемо при дистанционном формате. Но открытым, конечно, остается вопрос, насколько администрация вашего учебного заведения сможет преобразовать учебный план, придать гибкость, сделать более открытой систему. То есть здесь, конечно, есть некоторые вещи, на которые преподаватели влиять не могут напрямую. Но тем не менее вызовом для преподавателей является практическая реализация студентоориентированного подхода. И для этого вам необходимо изучить и, самое главное, внедрить в учебный процесс инновационные инструменты, которые позволяют сопровождать каждого студента. И примерами таких инструментов являются электронные рабочие тетради, приложения для получения обратной связи. То есть вот эти все инструменты мы с вами будем использовать в рамках мастер-классов, и потом у вас будет возможность их не только изучить, но и внедрить в свой учебный процесс. И шестая разница, шестое различие заключается в том, что использование инновационных и коммуникационных технологий, оно различное в традиционном и дистанционном формате обучения. В традиционном формате обучения инновационные инструменты, они служат для привлечения внимания учащихся, помогают в объяснении сложных тем, превращая их в более простые. А при дистанционном обучении технологии создают само образовательное пространство, которое является неотъемлемой частью всего учебного процесса. И в этом случае вызовом для преподавателей является не сами по себе технология. То есть вы видите, что новые методы обучения вы способны освоить достаточно быстро. Вот Март это показал и доказал. А самое сложное сейчас – это выстроить результативный образовательный процесс в новом формате. Вот это самый большой челлендж. Также интересной особенностью является отношение к образовательным и инновационным технологиям в традиционном и дистанционном формате обучения. Большинство преподавателей классического толка видит в онлайне обучение угрозы подмены педагогов компьютерами. Но согласитесь, что это до сих пор существует. В то время как приверженцы дистанционного обучения считают, что технологии прежде всего стимулируют процесс обучения и обмена знаниями между преподавателями и учащимися. И также они считают, что инновации способны избавить преподавателя от рутинной работы. То, о чем я вам говорила. И в конечном итоге именно преподаватели, которые постоянно двигаются вперед, повышают квалификацию, обретают новые знания и навыки, становятся самыми востребованными в своем учебном заведении и за его пределами. Поэтому вызов здесь прежде всего для преподавателей, которые опасаются инноваций, необходимо преодолеть эту установку. Потому что она снижает вашу продуктивность, она мешает вам идти в ногу со временем. А тем, кто, вот мы уже слышали таких преподавателей, кто рассматривает инновации как полезный инструмент, безусловно, следующий шаг, необходимо научиться делегировать рутинные задачи искусственному интеллекту. То есть уже переходить на следующий уровень. Давайте буквально еще чуть-чуть обсудим, что вы думаете по поводу этих различий. Так, согласны, да? Татьяна пишет, что очень не хватает таких тренингов. Татьяна, ну, вы уже на таком тренинге, так что приглашайте своих коллег, и будем развиваться вместе. Я уверена, что это движение вам даст очень позитивные результаты. Отлично. Мы с вами рассмотрели неочевидные, более глубокие различия традиционного и дистанционного обучения, о которых важно знать сегодня каждому преподавателю, который перешел уже фактически из одного формата в другой. И сейчас поговорим о наборе новых компетенций, которыми должен обладать каждый киберпреподаватель, потому что мы уже говорим о том, что мы преподаем в онлайн-формате. Во-первых, необходимо войти в новую роль преподавателя и адаптировать свой педагогический стиль для горизонтальной модели обучения, который должен вызывать доверие у студентов и повышать их мотивацию. Второе – это то, что надо научиться, безусловно, пользоваться инструментами для получения обратной связи, для вовлечения студентов, для построения доверия, для создания перевернутого класса обучения. Это еще такая модель, мы тоже будем ее изучать. И очень важно понять, с чего же преподавателю начать строить новый учебный процесс в дистанционном формате. То есть, как преподавателю именно перейти в этот новый формат успешно и безболезненно. И здесь, как я понимаю, еще нет у преподавателя каких-либо методичек, которые бы вам помогли в этом. И поэтому я и, знаете, как и решила создавать вот это образовательное движение. И я вам могу сказать одну такую вещь, что я занимаюсь различными инновациями, то есть изучаю инновации, их применяю в течение последних трех лет. И я в свое образование уже вложила более трех тысяч евро. И в рамках нашего с вами движения я с вами поделюсь всеми, это такое вот резюме всех навыков и знаний, которые я за эти года получила. Поэтому я думаю, что для вас это будет очень полезно. И вот еще сегодня я хотела бы у нас буквально с вами есть еще пять минут, поэтому я хотела бы с вами поговорить о том, что нас с вами ждет. Как вы поняли, сегодня это вступительный мастер-класс, на котором я хотела, чтобы мы с вами поняли, о сфере нашей деятельности. То есть мы с вами будем учиться строить качественный образовательный процесс в дистанционном формате обучения. Сегодня мы с вами разбирали, каким образом и почему нельзя переносить очный формат обучения автоматически, дистанционно, почему это не работает. И на ближайших мастер-классах у нас с вами всего их будет шесть. Мы с вами будем разбирать то, как построить доверие со студентами при дистанционном формате обучения. Мы будем изучать и разбирать инструменты для повышения вовлеченности и мотивации студентов. Далее поговорим о методике построения видеоуроков записи. И после этого мы перейдем с вами к модели перевернутый класс. Далее я вам дам инструменты, которые помогут построить эффективную обратную связь. И уже напоследок мы с вами разберем все нюансы обучения в прямом эфире. То есть вот такой у нас план работы. Чтобы принять участие в образовательном движении киберпедагог, во-первых, это может делать абсолютно каждый преподаватель. Это бесплатно. И вы видите, что каждый четверг в 12 часов по Брюсселю у нас будет идти мастер-класс. Запись мастер-класса тоже будет. Единственное, я вас предупреждаю, что, скорее всего, вы будете получать запись прошлого потока, чтобы это было оперативно. И те из вас, кто заполняли анкету в этот раз, если вы присоединитесь к нашему движению, то больше никаких анкет заполнять вам не надо. Вы будете всегда получать прямую ссылку. И мы с вами будем общаться через WhatsApp-группу. Уже некоторые из вас находятся в этой WhatsApp-группе. Я сейчас дам все контакты, чтобы вы присоединились. Хорошая новость заключается в том, что каждый из вас может получить сертификат после прохождения каждого мастер-класса. Для этого необходимо прислать в нашу WhatsApp-группу видео-отзыв о данном, о том мастер-классе, который вы проходили, и вы получите сертификат. И, что еще важно, в рамках каждого мастер-класса, вот последующих мастер-классов, я буду вам давать небольшие практические задания, которые помогут вам и применить те знания, которые вы получите на мастер-классе, которые вообще будут очень полезны. То есть вы какие-то вещи поймете благодаря этим заданиям. Я прошу их делать, и я для каждого участника даю обратную связь, которая тоже достаточно ценная. Поэтому для тех, кто будет участвовать в таком активном формате и выполнять домашние задания, для них потом в конце нашего движения тоже будут бонусы. То есть мы с вами двигаемся следующим образом. У нас с вами сначала идет погружение, это мастер-классы. Второе – это трансформация, благодаря дискуссиям в нашей группе. И третий шаг – это уже отработка и внедрение навыков в свою практику. Все элементы, кроме третьего, они абсолютно бесплатные, открыты для всех. Третий элемент – это уже будет проходить в формате программы повышения квалификации, которая называется «Повышение качества учебного процесса при дистанционном обучении». И наша с вами задача – это изучить набор инновационных инструментов, которые поможут вам решить девять часто встречающихся проблем, с которыми сталкивается каждый преподаватель при дистанционном формате обучения. Мы планируем старт на 2 февраля, и вот те, кто активно будет участвовать в группе и выполнять домашние задания, у них там специальная стоимость будет. Сейчас первая группа уже работает в рамках этой программы повышения квалификации, то есть мы двигаемся достаточно активно, очень интересно. Поэтому, если вы хотите довести до финальной точки вот те знания, которые вы получите на данном мастер-классе, то, пожалуйста, присоединяйтесь, вы можете регистрироваться на любом этапе. И я хочу сказать, что у нас в группе не более 20 человек, потому что очень много индивидуальной работы, потому что фактически мы вас берем за руку и вместе с вами изучаем там все досконально, пока вот вы не внедрите. Но этот элемент необязателен, то есть в том плане, что по вашему выбору, естественно, я рекомендую, но это не цель нашего движения. Все-таки наша цель заключается в том, чтобы перейти, понять, в чем разница между очным образованием и дистанционным, и научиться адаптироваться к этому новому формату и начать получать удовольствие от преподавания в дистанционном формате. То есть если мы с вами достигнем это в рамках нашего движения, я буду очень счастлива. На программу регистрация уже открыта. Я вам ссылочки потом сброшу в нашу группу, кого это заинтересовало. И вот смотрите, чтобы добавиться в нашу группу Киберпедагог, пожалуйста, напишите сообщение с словом Киберпедагог и вашим фамилиям, имя, отчество, должность и название вуза на этот номер. Я сейчас буквально секундочку вам еще напишу его в чате. Все видят, да? Да, я думаю, что все и видят. То есть вот на этот номер вы... Это номер WhatsApp. Вы присылайте, пожалуйста, сообщение Киберпедагог, фамилия, имя, отчество и ваша должность и название вуза. Я вам перешлю ссылку для того, чтобы присоединиться к группе. Я надеюсь, что наш вступительный мастер-класс вам был полезен. И для меня было бы интересно услышать, чем именно он был для вас полезен. Поэтому я открываю возможность каждому из вас сказать пару слов. Вот именно сфокусироваться на том, что для вас было самым полезным на нашем первом мастер-классе. Здравствуйте еще раз. Спасибо за организацию такой очень интересной конференции. Было очень интересно. во-первых, у меня были студенты, которые и сейчас интересуются этой темой, то есть особенностями дистанционного обучения, хотят по проблемам данного вида обучения писать дипломы и работы, и магистрские диссертации. И вот на фоне этого мы столкнулись с тем, что очень мало исследований посвященных дистанционному обучению. И вот сегодня первая конференция, она дала нам возможность сделать первый шаг именно научному обсуждению вот в таком большом круге, где собрались ученые и преподаватели из многих стран, дало возможность обсудить это. И это начало, я думаю. И я думаю, что в дальнейшем каждый из нас получит определенные конкретные навыки, умения, да, вот в плане дистанционного преподавания. Спасибо. На высоком уровне и вот мне, например, очень понравилось. Спасибо. 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 Я очень рада, что, я уверена, что вы почерпнете для себя очень много интересных моментов, потому что для меня вот при подготовке к каждому мастер-классу, во-первых, это анализ научных статей таких вузов, как Гарвард, Стэнфорд, то есть я на них очень сильно ориентируюсь. Потом я смотрю, ну, благодаря моему опыту работы непосредственно с преподавателями я знаю, как преподаватели мыслят, как преподаватели, ну, какой у них стиль, какой у них вообще, какое видение, да, то есть это мне очень сильно помогает, вот мой такой практический опыт сотрудничества. И в то же время я сама по себе человек с предпринимательским мышлением, то есть это всегда у меня было, и поэтому я прошла очень много коммерческих курсов по тому, как делать онлайн-продукты, как преподавать онлайн, как строить вот стратегии продвижения онлайн, и поэтому это те навыки, которые необходимы сегодня тоже каждому преподавателю. Поэтому я думаю, что вот этот микс знаний и опыта, которые я за последние годы собрала, я с вами с большим удовольствием делюсь этим, потому что прежде всего я сама работаю вот 6 лет с преподавателями, и для меня это самая любимая целевая аудитория. То есть я работала до этого со студентами, работала с администрациями вузов, но вот моя любовь это прежде всего к преподавателям, потому что это люди, которые идут в эту профессию по призванию, и я чувствую, что сейчас вам нужна помощь, и я очень хочу ее оказать. Так что я очень надеюсь, с вашей стороны, на активное участие. Я вам очень благодарна сегодня за ваше активное участие, потому что вы знаете, мы с вами встречаемся в первый раз, но было здорово, я получила огромное удовольствие, так что я думаю, что эти мастер-классы тоже для вас вас будут согревать, вам будут давать много позитивной энергии, мотивации, и улучшать качество учебного процесса в дистанционном формате. Так что большое вам спасибо за то, что вы пришли, и я вас жду в следующий четверг. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Очень приятно было поработать с вами. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До встречи. Степляюсь в этот магазин.